Пешком или на велосипеде. 22 сентября во всем мире отмечается день отказа от автомобиля. В целях улучшения экологической обстановки земли жители пересели на общественный транспорт. Наш корреспондент Анастасия Куклева выяснила, поддержали ли саратовцы всемирную акцию. А также, кто из чиновников приехал на работу на велосипеде. В перчатках, очках бандани и с рюкзаком за спиной. Каждый день до работы он добирается, крутя педали. Алексей Бобров – велосипедист со стажем. Несколько лет назад мужчина продал свой автомобиль, а взамен купил горный велосипед. Зимой, кстати, проблема большая, что зимой я езжу только по тротуарам, стараюсь. У нас ребята, которые ездят из солнечного заводской, а есть такие, то есть это 40 километров каждый день. По свежему снегу он проезжает, когда он пушистый. Когда получается небольшой настой, его не уберут, то, конечно, очень тяжело. Бывает пешком или на транспорте, или еще как-то, не знаю. Бывают такие дни, что не проедешь вообще. Но они обычно день-два от силы. Сейчас в коллекции Алексея три двухколесных транспорта. На работу ездит на самом неприметном. Его вес – 12 килограммов. Каждый день он поднимается с ним по ступенькам, а затем на лифте довозит до кабинета. Чтобы двухколесного друга не украли, даже оборудовал служебное помещение видеокамерой. Парковки не нужны, потому что я его не оставлю. Здесь велосипед, допустим, даже дешевенький, который 1050 стоит. Ну, вот так просто его оставить на замочке где-нибудь, ну, это нереально абсолютно. То есть, если я не могу занести его, видеть, то я, конечно, такие места как бы не посещаю. Привет. Тоже акцию? Да, еще подержать. Молодец. Классическая обувь и строгий костюм не помешали крутить педали и офисным работникам. Сотрудники районной администрации также решили присоединиться к акции «День без автомобиля». Велосипеды они специально взяли на прокат. Сегодня я взял велосипед так же, как мои коллеги, на весь день. И мы будем передвигаться по работе, делам. И поедем домой на них, а завтра уже отдадим. Я уже достаточно проехал, и еще мне нужно по делам съездить. Я думаю, что около 20 километров это будет где-то так. 60-е сегодня. Да ты что? Да. А вот Леонид Песной многих жителей знает в лицо. Пешком от дома до работы депутат каждый день проходит около полутора километров. От таких прогулок, говорит народный избранник, есть и практическая польза. Практически каждый день после обеда от квартиры до офиса, это полтора километра, как раз половина нормы. Плюс я общаюсь с людьми, два-три человека, обязательно в течение этого муциона зададут свои вопросы. Плюс вижу определенные нарушения среды обитания. Я считаю, люди ездят в лишнего. Вот мое глубокое убеждение, особенно в последнее время, не всегда понимаешь, куда, зачем. Несмотря на то, что сегодня всемирный день без автомобиля, с комфортом жители нашего города расстаются непросто. Вот один из примеров. Улица Пугачева. На этой стоянке нет свободного места. Автомобили стоят настолько плотно, что пешеходам едва удается пройти. Поменять четыре колеса на два в будний день решили немногие. Вторник день тяжелый, сетуют автомобилисты. Велосипеда у меня нету. Слышать об акции не слышал. Но так, жил в таком районе, что до транспорта грифон. Разложностей нет. Передвигаться на велосипеде. У меня просто рабочий. Я на нем работаю. В больнице. Водитель. В городе Хвалынска. Как курьер. Здесь развожу бумаги, лекарства привожу. Впервые отказаться от машины на день предложили более 40 лет назад в Швейцарии. В России акция стартовала в 2008 году. Правда, говорить о массовости пока не приходится. А ведь по данным специалистов, человек, отказавшийся от автомобиля на день, на 600 граммов уменьшает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.